В одном из залов музейно-выставочного центра готовятся к открытию новой выставки. Монтаж идёт полным ходом. Ещё недавно в зале размещалась другая экспозиция, которую демонтировали, упаковали и отправили в хранилище. Каждая новая выставка требует осмысленного подбора экспонатов, которые нужно ещё умело распределить в пространстве. А это зависит от многих факторов. В первую очередь, это тема выставки. Она и композицию составляет, и выбор тех фондовых, в частности, икон, картин, которые бы эту композицию составили, отвечали на тему, что мы хотим показать. А покажут зрителям в этот раз святые образы. Выставка познакомит с евангельскими событиями, которые предшествовали Светлому Христову Воскресению. На иконах, выполненных в конце XIX – начале XX веков, отражены библейские истории. Для своих сюжетов иконописцы тех лет использовали натуральные материалы. Лики святых и библейские сюжеты выписаны на деревянных и отлитых на металле иконах. В работе с металлом использовалась выговская и гуслинская техника старообрядческого литья. Каждая абсолютно работа, каждая икона, она уже уникальная. И тайные вечери, и распятие Христа. Это уже сам век изготовления, это уже уникальность. И здесь практически все работы именно такие. Их умели иконописцы правильно писать, потому что они написаны в старой именно технике. Сейчас эта техника возрождается, но насколько возрождается, это сложно сказать. А это именно старое письмо. И, соответственно, оно сохранилось. Плюс, например, дерево, на котором они изготовлены, это в основном липа. Сюда привезенные иконы, они из центра Руси привезенные были. То есть мало кто здесь именно писал иконы самой Сибири. Это привезли их в основном. Причем, как отметил аккуратор выставки, писали их не случайные люди. Скорее всего, это были монахи. Потому что только они могли так достоверно, учитывая мельчайшие детали, передать сюжетную линию Евангелия. Все эти иконы долгое время служили духовной защитой жителям Забайкальского села Донот, Колганского района, где стоит храм святого Николая Чудотворца. К 80-м годам прошлого столетия церковь пришла в полный упадок и нуждалась в серьезном ремонте. Чтобы сохранить реликвии, часть икон и церковной утвари была передана в фонд Забайкальского художественного музея. Мы находимся в фонду хранилища номер один, где у нас хранится иконопись. Иконопись находится у нас в специально таких стеллажах, где составляется топовопись, расположение икон. И, соответственно, иконы вот таким образом по инструкции хранятся. Обито все специально мягкой тканью, чтобы не соприкасались. Вот, видите. Раз в год мы делаем инвентаризацию, проверяем сохранность, записываем все. Все это, что если какие-то изменения происходят с работами, составляется акт, все это фиксируется. Наряду с иконами в экспозиции будут представлены гравюры на библейские сюжеты художников 19 века – Николая Масалова и Алексея Егорова. А еще живописные картины и графика российских и забайкальских художников, запечатлевших на своих полотнах храмы и образы святых. 4 мая в музейно-выставочном центре состоится торжественное открытие выставки «Святые образы». Это будет яркое событие для православного Забайкалья. Галина Миртова, Сергей Миртов, РТК «Забайкалья».